Храм Христа Спасителя в Москве как место очередной встречи Оргкомитета выбрана не случайно. В этих обсуждениях примет участие патриарх Московский в Сеярусе Кирилл. На повестке обсуждение предстоящего празднования 80-летия с однорождения благоверного князя Александра Невского. Возглавляет Оргкомитет министр культуры России Владимир Мединский. В Сергеевском зале трапезных палад еще до начала оживленное общение. Дмитрий Миронов со своим коллегой, губернатором Тверской области, прибыли одними из первых. Здесь регионы не конкуренты. Наряду с Москвой и Петербургом еще на пять областей страны возложена миссия на высоком уровне организовать приближающийся юбилей. Убежден, что торжества, посвященные святому князю Александру, мудрому правителю и праведному христианину, призванные вдохновлять современников на жизнь по заповедям Божьим, способствовать патриотическому воспитанию молодежи. В программе торжеств 135 пунктов. По мнению Бединского, главное не песни-пляски, а благоустройство городов, которые связаны с именем Невского. И здесь у 76-го региона свои права. Переславль-Залезский – родина благоверного князя. Отбор осуществляется только на основании обращения епархии, поддержанных патриархом. Мы уже получили 4 заявки от Ярославской области, они поддержаны, их мы профинансируем в 2020 году, если получится, уже из экономии этого года. Речь о реставрации памятника Александру Невскому из паса Преображенского собора, где крестили князя. Всего Ярославская область отвечает за 10 пунктов программы «План готов». В рамках комплексной программы «Александровские дни» проводятся предусмотренные планом открытый хоровой фестиваль памяти святого благоверного князя Александра Невского, молодежный форум Александрова гора и интеллектуальная патриотическая игра «Меч Александра Невского». Все это уже полюбилось жителям области, но будут и сюрпризы. Глава Переславля Залесского демонстрирует, как изменится туристический облик города. Так вокруг Плещеевого озера будут проложены пешие и велосипедные маршруты. А улицу вокруг древних валов отремонтируют и, возможно, переименуют, разумеется, в честь Невского. В корне поменяется и жизнь музея-заповедника. Мы в переговорах вместе с департаментом культуры и правительством по передаче музея из Горьевского монастыря на новую площадь. По информации, что до конца года должны быть подписаны все соглашения. Музеем более 100 лет и экспонатов, по-моему, больше 100 тысяч. И эта площадь как раз соответствует тому, чтобы располагался в ней этот музей. Кроме того, в музее будет организован новый показ специально к юбилейной дате. Экспозиция связана с родиной Александра Невского, с Переславным Залезским, с его детскими годами, но и, безусловно, посвященная его подвигам, его служение Родине. По плану Оргкомитета нужно задействовать и анимацию. Идет прием заявок на создание полнометражного мультфильма о славных подвигах князя. Среди авторов вновь имя нашего прославленного земляка. Лауреат премии «Оскар» мультипликатор Александр Петров готов возглавить проект. Александра Панкратова, Сергей Вайтин. День в событиях.